Биткоин это супер валюта, скрипка валюта, скрипка валюта или криптовалюта? Скрипка валюта, наверное, всего скорее. Биткоин, он же скрипач, поэтому... Биткоин скрипач, да? Всем привет, вы на канале CryptoCommons и пока у нас происходит неразбериха, локальное, ну по сути боковое движение рисует биткоин. Я вам хочу напомнить, что мы находимся в очень интересной точке сейчас, то есть смотрите, мы уже пробили свое локальное сопротивление в районе 22 тысяч, как вы можете видеть, и закрепились над ним, отретестили его как поддержку. То есть локальный тренд опять же сломан с медвежьего на бычий, но чтобы глобальный тренд сломать, нам нужно, конечно же, закрепиться хотя бы вот над уровнем, давайте скажем, 30 тысяч, это предыдущее дно вот отсюда, плюс предыдущее сопротивление вот здесь. И это уже будет тогда слом тренда на недельках. И, собственно, похоже, что мы туда и идем. И в то же время у нас здесь есть бычий крест, как вы помните, на дневках, уже случившийся, и сейчас происходит, ну, можно сказать, подтверждающий или, я не знаю, там, двойной бычий крест. То есть уже пересеклись не только 50-й и 200-й, но также 50-й и 300-й мувинги на дневном таймфрейме, ребята, что подтверждает опять же то, что движение серьезное. И мы видим, что, да, есть некое параболическое закругление, которое как раз соответствует плюс-минус 50-му мувингу. Так что, ребята, коррекция все еще возможна, то, что мы сейчас видим, это и происходит. Но, тем не менее, по кендалуэйву мы видим, что тренд у нас на дневках бычий, зеленый тренд. И давно его, кстати, не было, обратите внимание, его не было по кендалуэйву с прошлой осени. То есть с осени позапрошлого года, когда мы действительно росли, посмотрите, и был подтвержденный бычий тренд. Но сейчас вот он снова подтвержденный. И что мы сейчас делаем, так это сражаемся с вот этим огромным блоком ордеров. Посмотрите, у нас здесь по кендалуэйву заявки в районе 25 тысяч долларов, там, тире 26, просто огромное количество. И, как мы видим по их боту, у нас также горит сигнал на покупку и пока нет сигнала на продажу. То есть что мы видим, это просто реакция цены на огромный объем продаж. Кто-то из продавцов не желает ждать и давит по рынку, и цена падает. Но также мы понимаем, что пробить это сопротивление для этого что нужно? Чтобы просто кто-то также не выдержал по рынку и купил сейчас. И мы это видим, что происходит. То есть для этого что нужно? Нужна фома. Фома начинается, когда биткоин растет. Уже сейчас начинаются звонки, типа, что, что, заходить, заходить. То есть вот мы видим локальную коррекцию. А на самом деле да, и мы понимаем, что дальше, скорее всего, пойдет. Вот как здесь все это пробило, здесь же тоже был огромный блок ордеров. Сейчас нас ждет, я думаю, что такое же. А вот дальше, как вы можете видеть, здесь особо ордеров-то и нет. Ну мы можем, конечно, настроить, скажем, более детально стакан. Там не по 100, а по 50 битков нам показывать, да? Вот, тогда мы видим, что да, там некоторые ордера есть. Но в соотношении все равно с этим объемом никто даже не ждет цену туда, ребята. А она с высокой долей вероятности как раз туда и пойдет, куда ее никто не ждет. В связи с чем я продолжаю держать свой лонг на битгете. Половину закрыл, половину забрал, половину держу. И напоминаю вам, что осталось буквально сутки до окончания состязания. По ссылке из описания все еще можно вступить. Но я не знаю, имеет ли это уже смысл. Но тем не менее, кто, ребята, участвовал, всем респект. И вот мы с вами разделим вот эти вот призы. Пять топ-участников буквально очень-очень скоро. Ну и по альткоинам, кстати, я хочу сказать, что я вижу. По локальным хаям я открылся уже тут на часть прибыли. В минусе. Вчера было в сильном минусе все это. Да, там примерно минус 500 чейнлинков было. Сейчас уже минус 176. При том, что биток плюс-минус там же. То есть альткоины уже походу начали отскакивать. Давайте-ка глянем на альткоины. А, вон и S&P тоже отскакивает. Слушайте, рынок сейчас в принципе оживает. S&P тоже, смотрите, на мувингах своих закрепилось. Давайте-ка глянем альткоины. Например, эфирчик. Эфирчик, посмотрите, какая красота. Тут уже дважды голден кросс, опять же. Меня потом хейтеры в комментариях будут хейтить. Говорят, Грине не бывает голден кросса 300-го и 50-го мувинг. Идите в жопу, короче. Все бывает. Просто используйте свое воображение. Вот, но в целом я думаю, что эфир опять же стремится к средним своим значениям. Вот этот восходящий коридор цены, это там 3-5 тысяч долларов. Куда-то туда он сходит. Но локально, что с ним происходит? Надо понимать, что у него есть ближайшее сопротивление. В принципе-то это 2 тысячи долларов. Куда он тоже с высокой долей вероятностью сейчас пойдет. И вот там будет интересный момент. Что будет? Потому что биток уже сейчас здесь. Это по битку 25 тысяч долларов. А по эфиру он как бы запаздывает за битком в этой второй части отскока. Второй части вот этой W-структуры. Эфир запаздывает за битком. В связи с чем мы видим, что эфир к битку падает все это время. Так вот, если сейчас эфир к битку все-таки вот это является ложным пробоем треугольника. Посмотрите, мы вышли по эфиру к битку из треугольника. Если это является ложный пробой, треугольник же тоже не идеальный, может быть он вот так вот у нас рисуется. То окей. То мы сейчас должны бодро начать отскакивать по эфиру к битку и соответственно по эфиру к доллару тоже улететь куда-нибудь там на 2-3 тысячи долларов даже может быть. Но пока об этом говорить преждевременно, видите, все-таки мы видим, конечно, что альты слабые. Биткоин кэш тоже, посмотрите, что там здесь. Ну, кстати, не такие уж они и слабые, я вам хочу сказать, ребята. Биткоин кэш тоже похоже, что разворачивается. То есть по всем этим старым альтам такая фигура с двойным дном, с медвежьей ловушкой, как бы это может выстрелить сейчас просто куда-нибудь вот туда. И это надо понимать тоже, что мы работаем с вероятностями на крипторынке. Мы работаем только с вероятностями. Может выстрелить, а может не выстрелить. Дэш к битку, посмотрите, сходил, откорректировался. Это мы локальную фибу смотрели. А глобально еще он даже не сходил. Глобально-то он вот все еще на дне так и валяется. Если вы отдаляетесь, вы понимаете, что он там сходил. Многие тут уже по нескольку иксов забрали на этом движении. А на самом деле он еще даже не иксанул. Вот он сейчас полетит реально на 10 иксов походу. Я свой дэш лонг держу, догружаю. 500 контрактов сейчас на байбите, плюс на споте большая позиция. Я верю в дэш, ребята, вы как хотите, мне пофигу. Но посмотрите, как он клево идет по тренду. Даже в сравнении со своими другими собратьями. В последнее время он очень клево идет по тренду. Вот, по TRDR-ке пока у нас тут молчок, никаких сигналов. Смотрите, держим флетовый диапазон. Видите, нас зажал здесь продавец и покупатель. Сейчас посмотрим. Я еще раз говорю, я думаю, что выбиться это все наверх сильно. Потому что, ну, уже пора, как говорится. Очень сильно мы перепроданы. По индикаторам от Бенджамина Коуэна прикольную штуку нашел вот такую. Называется процент предложения в профите и в просадке. То есть, смотрите, что это значит. Оранжевая линия – это процент предложения в профите. Красная, соответственно, в просадке. То есть, в профите бывают либо 100%, либо вот до 50, да, доходит, плюс-минус до 40, вот падали. И, соответственно, в убытке бывают либо 0%, либо тоже до 50, до 60, вот доходило. То есть, это количество адресов, которые изначально по ончейну, да. То есть, это не трейдеры, никто. Это именно ончейн битки, которые когда-то были куплены. И вот мы видим, что очень интересная закономерность. На графике биткоина всегда, когда мы проходили дно медвежьего рынка, эти две линии встречались. В районе 50, давайте назовем это, 40-60, вот процентов. И снова, посмотрите, они встретились. Мы увидели, что очень много было убытков. Очень, соответственно, снизилась прибыль средняя, да, всех инвесторов. И после этого мы видим такой взрыв. Посмотрите, что обычно происходило после такого взрыва, когда эти линии снова отдаляются друг от друга, ребята. И здесь вообще много прикольных метрик. HODL WAVES. Помните эту метрику? Мы разбирали ее в прошлом, позапрошлом году. Здесь мы видим, что большинство китов, то есть, кошельки с самым большим объемом битков. Понятно, что там есть и утерянные битки, и киты, и прочее. Но они вообще не двигаются. Посмотрите, вот эти фиолетовые, синие. Кошельки. На них больше всего битков, и они не двигались вообще по 10 лет. Вот, по 5-10 лет. А те, которые шевелятся, это все мелкие кошельки на самом деле. Понимаете? Хотя, несмотря на то, что биржевые кошельки тоже крупные, они волей-неволей шевелятся, им приходится там арбитраж делать, там пересылать переводы межбиржевые и так далее. Но все равно мы видим, что крупные инвесторы, они накапливают. Они особо-то не сливают битки и понимают, что за этим будущее. Так что в долгую, еще раз вам просто напоминаю, что это все, даже вот эти уровни, все, что мы рисуем, в долгую просто вам напоминаю, что биткоин имеет растущий тренд. И как показывает практика, его надо накапливать, накапливать, еще раз накапливать. И в большинстве случаев, да, большее количество времени это дает свои плоды. Поэтому, ребята, конечно же, надо накапливать BTC, но вопрос в том, что это мы говорим об инвестиции. То есть это долгосрок покупать и складывать в долгосрок на холодный кошелек. А если вы этим торгуете, ребят, то это другой разговор. И вот я с вами разговариваю обычно, то есть я чаще делаю такие трейдерские стримы. Я все время говорю вот эту инвесторскую мысль, да, вы тоже говорите одно и то же, но вы поймите, это важно. Вы должны накапливать битки, потому что если вы трейдер, у вас будут моменты, когда вас будут ликвидировать, сносить вам по полсчета, целый счет. В этот момент у вас должны быть битки. А пока как трейдер, да, еще раз говорю, нас зажали в диапазоне, посмотрим, куда это выйдет. Если это будет падать, для меня это будет еще бычий сигнал, это будет как ложник. Я думаю, что мы увидим здесь что-то вот такое, после чего удержим цену. Если будем расти, для меня это будет как раз чуть менее бычий сигнал. Я там уже присматривался бы к локальным шортом где-то в районе 30, там, 32. Ну, таким незначительным, опять же, шортом, потому что, ребят, смотрите на вот этот фрактал. Немного хопиума от Кевина Свенсона. Понимаете, это может сейчас оказаться просто таким выносом, сразу куда-нибудь тысяч на 40 с чем-то, что никто не будет к этому готов. Поэтому озаботитесь тем, чтобы к этому были готовы хотя бы вы лично. И если так, то ставьте лайк, ставьте тейк, ставьте стоп на всякий случай. Всем профитролей. Подписывайтесь к нам в телегу обязательно, чтобы не пропускать важные уведомления. И не забудьте, конечно же, на нашей любимой бирже Bybit прямо сейчас вы можете по ссылке из описания крутить удачный трейдинг и получать ее с детишечки на свой счет. Все ссылки в описании. Всем профитролей. И пока.